Анатолий Пахомов поздравил директора телекомпании ФКТ с юбилеем и поблагодарил за профессиональную и взвешенную информационную политику. Отметил мэр города и то, что возглавляемая Олегом Буруниным телекомпания – одной из самых авторитетных СМИ-курорта, которой горожане доверяют и прислушиваются. Вы замечательный руководитель ФКТ и, наверное, каждый коллектив другого СМИ позавидовал бы вашему коллективу, потому что он у вас стабильный и выделенная такая правильная политика. Мне приятно знать, что вы с 1993 года профессор нашего сочинского университета, подготавливаете кадры, они у вас замечательные. И мне приятно сегодня, думаю, что от всех жителей все это прекрасно понимают, сказать вам спасибо за ту работу, которую вы проделали. И уверен в том, что нам еще предстоит очень-очень много, впереди много событийных мероприятий. И от того, как наши жители будут воспринимать действительность, зависит, конечно, от вашего труда. Я желаю вам успехов, желаю вам здоровья, личного счастья и успехов, конечно, в вашем нелегком, но очень важном труде. Спасибо большое. Очень рад. Олег Бурунин, к слову, доктор технических наук. За годы работы руководителем телекомпании награжден множеством наград, в том числе медалями «Патриот России» за безупречную службу городу Сочи, признание и почет сочинцев. Сегодня подарок от мэра – художественные миниатюры с видами города. С юбилеем Олега Бурунина поздравил и председатель городского собрания Сочи, давнего партнера телекомпании. Все годы сотрудничества главным принципом совместной работы городского парламента и телекомпании является гласность и максимальная прозрачность, отметил Виктор Филонов. Вы 20 лет возглавляете компанию, и мне хотелось бы отметить о том, что вот эта стабильность в работе вашей компании, конечно, зависит лично от вас. И спокойствие, нормальная возможность работать, жить в городе тоже зависит от информационной политики на территории города. «Так вот вы возглавляете одну из тех компаний, которые создают вот эту атмосферу в городе. Объективно подаете новости. Особенности нравятся те вопросы, которые из истории города. И это мы убедились, что… «Отежда в городе есть». «Да, да. И мы убедились, это когда юбилей готовили нашего городского собрания, и материалы могли найти только у вас в компании. Поэтому спасибо вам большое за это. Счастья, добра». Среди многочисленных поздравлений – телеграмма из краевой столицы. В поздравительном адресе вице-губернатор Кубани Анна Менькова пожелала Олегу Брунину творческих побед и отметила, что во многом благодаря ему телекомпания «ФКТ» стала информационным рупором олимпийской столицы. А вот от коллег сегодня на телекомпанию поступают видеопоздравления. Дорогой мой уважаемый коллега Олег Алексеевич, с большим удовольствием хочу сегодня поздравить тебя с этой потрясающей юбилейной датой, которой ты подошел с огромным багажом побед и достижений в этой жизни. Но уверен, что все только начинается. Мы живем в удивительно интересном городе, который насыщен такими событиями, которыми нам просто не дадут ни на секунду расслабиться и успокоиться. Я хочу пожелать, чтобы все намеченные твои планы воплощались в жизнь и самое главное, чтобы результат всегда радовал. С днем рождения, с юбилеем. Будь здоров, будь крепок. А еще Олег Брунин – активный общественный деятель. На протяжении многих лет он является членом общественного совета при УВД города Сочи. По его инициативе проведено десятки крупнейших мероприятий, которые направлены не только на повышение имиджа сотрудника полиции, но также и на воспитание молодежи. Поэтому в этот день от лица Сочиевской полиции я хочу поздравить Олега Алексеевича, пожелать ему приятных моментов, здоровья, удачи и, конечно же, новых творческих побед. С праздником, с юбилеем вас. Ко всем теплым словам, прозвучавшим сегодня, присоединяемся и мы – коллектив телекомпании ФКТ.